Сухофрукты. Ну, сухофрукты – это вообще моя страсть. Я уже очень давно все вот плюшки заменила на сухофрукты. У нас в семье есть традиция, мы каждый вечер собираемся и пьем чай. И вот вечером это вот такой постоянный вопрос до этой семьи традиции, когда вся семья вместе, когда вот все рядом. И всегда к чаю у нас какие-то плюшки. И когда приглашают пить чай, первый вопрос – а что к чаю? Когда я жила с родителями, я начала потихонечку вытеснять плюшки с сухофруктами. Да, они стоят недешево, но пользуются от них гораздо больше. Ну, на самом деле, финики, вот я не знаю, как в других городах России, в Новороссийске можно найти очень даже бюджетные финики. Да и курагу можно недорогую найти, но очень вкусную. В сухофруктах много магния, калия и других микроэлементов. И я тоже читала легенду, что было там какое-то нашли племя, где все долгожители. И выяснилось, что они едят все только курагу. Вот они питаются только курагой, поэтому они все такие долгожительные. Ну, я не знаю, сколько это, правда, уже давно это читала, уже не помню источник, но как-то вот засело в голову, да. И сейчас вот тоже к чаю, сейчас приехала мама, и тоже, когда у нее вечером получается, что к чаю, я достаю сухофрукты, и мы с удовольствием с чаем вот вечером кушаем с сухофруктами. В них не так много калорий, и, кстати, вот финики и курага, они способствуют улучшению станова, об этом говорю позже.